Всем большой привет! Сейчас в интернет-магазине Росгал проходит грандиозная распродажа в честь дня рождения. Переходите на сайт, ссылка будет внизу в описании. Делайте заказы с большими скидками. Всем большой привет! Сегодня будет болтологическое видео. И я хочу с вами поболтать немножечко и поотвечать на ваши вопросы, которые вы мне задавали. Вопрос такого характера, верю ли я в любовь, про отношения, влюблена ли я сейчас, есть ли у меня кто-то или нет. Сегодня буду отвечать на эти вопросы. Могу сказать так, что за полгода я испытала уже три раза чувство влюбленности. Влюбленность, что это такое для меня? Я вам буду говорить свои мысли. С одной стороны, влюбленность – это удивительное чувство. Это чувство радости, счастья. Это какая-то эйфория в душе. Это просто внутреннее кайфовое состояние. С другой стороны, влюбленность – это боль, это мучение. И это резкие перепады настроения. То эйфория, то дисфория. Отвечу сразу на вопрос про любовь. Я не верю в любовь. Я верю в то, что есть влюбленность. Я верю в то, что можно найти такого человека, который будет тебя во всем устраивать, который будет тебе всем нравиться. То есть это и внешность, и характер, и взгляды на жизнь у вас совпадают. Ты понимаешь внутренне, что вот, это твой человек. Тебе с ним приятно находиться вместе. Тебе с ним комфортно, уютно. И у тебя к нему очень близкие чувства. Такие, знаете, такие чувства душевные. И ты хочешь для него что-то делать. Ты хочешь заботиться. Ты хочешь с ним быть постоянно рядом. Влюбленность – это зависимость. Ты постоянно думаешь о человеке. Как он? Переживаешь за него. Влюбленность – это сердечная привязанность. Тебе постоянно хочется быть рядом с этим человеком. Тебе хочется его обнимать, целовать. Хочется с ним быть постоянно рядом. Это духовные такие чувства, сильные эмоции. В эти моменты ты думаешь, что ты счастлив. Но любовь – это иллюзия на самом деле. Влюбленность, как правило, возникает на первых этапах. Сначала у вас, да, вы знакомитесь, начинаете друг друга узнавать. Тут происходит как раз момент вот этой влюбленности, когда ты знаешь о человеке очень мало информации, и начинаешь сам идеализировать человека и докручивать то, чего на самом деле в реальности не происходит. У меня очень часто бывает так, что я очень рано, не узнав хорошего человека, начинаю в него влюбляться. Не знаю, короче, как это объяснить. Просто у меня получается так, что если я влюбляюсь, то у меня голову сносит, если честно. Влюбленность – это постоянная концентрация своих мыслей на любимом человеке. Сейчас я просто очень долго размышляла на эту тему. Я очень долго думала, хорошо это или плохо. Я просто на самом деле очень хотела испытать это чувство. Мне этого безумно не хватало. Я это испытала три раза. Если честно, я вот сейчас устала от этого. Потому что реально это, да, моменты счастья и моменты боли, мучений. Влюбленность мне больше приносит мучения, чем радости и счастья. В любом случае это приятно очень испытывать. Приятно испытывать все эти чувства на себе. Потому что чувства – это самое главное, я считаю, в жизни. Я тут, кстати, недавно читала очень много статей и книжек про любовь, про отношения. И мне хотелось узнать ответы на многие мои вопросы, которые меня мучили в глубине души. Существует ли любовь и что говорит об этом наука? Так вот, как раз-таки, если посмотреть на это с научной точки зрения, то любви не существует. Это влюбленность, любовь, мы ее сами придумываем в своей голове. Это, опять же-таки, влюбленность у меня именно на первых порах. Знакомство возникает. И ты мало человека знаешь, а уже сама сочиняешь какие-то небылицы о нем. То есть, ты ожидаешь от него чего-то большего, а в итоге получается по его действиям и поступкам совершенно другой результат. И тут ты понимаешь, что на самом деле никакой влюбленности, на самом деле ты и не был как бы любви вообще. Потому что человек говорит одно, но делает совершенно другое. Тут ты просто начинаешь уже включать мозг и понимать, что нет, этот человек себя не достоин. Просто как раз-таки на время влюбленности отключается мозг и больше тебя наполняют какие-то душевные чувства. И ты думаешь сердцем, а не головой. А когда я вступаю в отношения и становлюсь зависимой от человека, я уже не свободная. Я уже зависима от человека. И это очень плохо. В организме влюбленного человека вырабатывается повышенное количество гормона удовольствия. Называется этот гормон дофамин. Это касается не только любви, но и наркотиков, и громании, и так далее. Американский профессор антропологии доктор Хелена Фишер утверждает, что активная выработка дофамина может длиться не больше 30 месяцев. То есть, утверждение, что любовь живет 3 года, научно обоснованно. Дофамин также усиленно вырабатывается в организме от новых впечатлений, от новых эмоций и от новых поисков получения наслаждения и удовольствия. Скажем так, блин, ремонт там делают соседи. Также за последние полгода я несколько раз ощутила состояние бабочек в животе. Я поняла, что такое состояние реально бывает. Это когда тебе кайфово, ты наслаждаешься моментами, и тебе супер радостно чувство счастья. В одной научной книге было написано даже так, чтобы влюбиться в человеку, достаточно 4 минут. Ключевым фактором привлекательности являются сигналы тела. За ними идут тембр и темп голоса. Сказанные слова имеют самое слабое влияние. Сейчас как раз таки я это поняла, потому что сначала в человеке тебе нравится, например, его внешность, потом ты начинаешь его изучать, тебе хочется понять его душу, его мысли, его взгляды на жизнь. Ты начинаешь его больше и больше узнавать, но в первое время все-таки ты обращаешь внимание на его манеру разговора, на его поведение, на его голос, на внешность. Многие говорят, что внешность абсолютно не важна в отношениях. Самое главное это характер, как он к себе относится, забота, внимание и так далее. Конечно, это все важно, но для меня, например, очень важен внешний вид. Чтобы мне хотелось дотронуться до человека, его там поцеловать, обнять. И внешность для меня играет тоже огромную роль. Дабы избежать всяких глупостей под влиянием этих бурных эмоций и страстей, нужно научиться управлять своими эмоциями. Я сейчас хочу как раз этому научиться, но если честно, плохо получается. Я хочу сама понять, чего я хочу, сама пытаюсь разобраться в себе. Чувство влюбленности, с одной стороны, это прекрасное чувство. Ты чувствуешь внутренний подъем, у тебя отличное, замечательное, какое-то радостное настроение. Тебе хочется дарить добро и любовь всему миру. И это внутреннее ощущение счастья. Любовь и влюбленность – это совершенно разные понятия. И они отличаются этапом отношений. Кстати, недавно посмотрела коротенький фильмец на ютубе, называется «Восемь этапов любви». Вот он мне реально понравился, он меня зацепил, потому что, что там было показано, я уже несколько раз проходила в своей жизни. И там очень точно подмечены вот эти этапы. Если я найду, ссылку я оставлю внизу под видео, посмотрите, потому что очень классный фильм. Невозможно сразу полюбить человека, не испытав чувства влюбленности. Когда вы встречаете такого человека, который вам глубоко симпатичен, то у вас случается иногда такой гормональный взрыв. И это новые впечатления. Вам хочется узнавать о человеке все больше и больше информации. Вам хочется проводить с ним все больше и больше времени. И получается так, что на первых этапах ты совершенно еще мало знаешь человека. И в эти моменты я сама начинаю что-то придумывать в своей голове. Думать, размышлять, выдумывать. Думать, что на самом деле он намного лучше, чем он есть на самом деле. Я начинаю чего-то ожидать от него, того, чего на самом деле нет. То есть это я сама все придумываю в своей голове. Получается так, что через несколько месяцев общения, даже через несколько недель, вас человек начинает полностью разочаровывать. А почему он начинает разочаровывать? Да потому что вы ожидали от него чего-то большего, чем он может дать вам на самом деле. Тут ты понимаешь на самом деле, что все это было иллюзией. Иллюзия обмана. Кстати, смотрели такой фильм? Посмотрите, мне он безумно понравился. Во время влюбленности вы просто наслаждаетесь друг другом. И все так прекрасно. Но потом вы осознаете, вдруг через несколько, опять, через некоторый промежуток времени, что будущего с этим человеком нет. Потом проходит промежуток времени, и ты начинаешь о человеке все больше узнавать. И ты уже анализируешь, как он ведет себя в определенной ситуации, как он разрешает, например, какие-то проблемы. И тут как раз уже ты понимаешь, начинаешь включать мозг и понимать, что он, например, решает твои проблемы, блин, не так, как ты хочешь. И вообще, я там надумывала о нем сказочных небылиц каких-то. На самом деле он-то таким не является. Это только мои были представления о нем такие. Поэтому сейчас, у меня тоже был вопрос, влюблена ли ты сейчас? Сама не знаю, если честно. Я даже не знаю, на самом деле. Влюблена ли я сейчас? Это очень интересный вопрос. Был также вопрос, ты бы хотела еще раз выйти замуж. Если я найду того самого, единственного и неповторимого, если я найду себе близкого по духу человека, который будет меня по всем параметрам жизненным удовлетворять, а это мне важна и внешность, и материальная сторона, и духовная сторона. То есть, если будет в нем так, как я хочу все, и если он будет меня на 100% устраивать, хотя я понимаю, что идеальных людей не бывает, ты просто себе подбираешь человека, с кем будет тебе ближе и комфортнее всего, пожизнь идти дальше, да, и ты захочешь еще семью, детей, то если я найду такого человека, то я, конечно, выйду замуж. Я сейчас понимаю, что не нужно зацикливаться на человеке, в которого ты влюбился. Просто часто бывает так, что сносит крышу, и ты готов на какие-то безумства ради этого человека, и потом только ты начинаешь понимать, что он того не стоил. Нельзя однозначно ответить, если любовь на самом деле. Психологи доказали существование связи между людьми на физическом, эмоциональном и химическом уровне. Любовь – это умение превратить влюбленность в доверие, взаимопонимание и верность. Поэтому, с одной стороны, влюбленность – это светлое такое прекрасное чувство, с другой стороны, это боль, это страдание душевное. И иногда уже я думаю, вообще стоит ли влюбляться, вообще как создавать отношения, как не влюбляться в людей и постоянно все держать под контролем. Получается, ты должен быть настолько сильным внутренним человеком, чтобы держать постоянно под контролем свои чувства и эмоции. В голове я все-таки создала образ своего человечка, которого бы я хотела встретить на своем жизненном пути. И для меня здесь важно, чтобы много критериев совпали. Это и внешний вид, и характер, это близкие ценности, одинаковые практически взгляды на жизнь. Чтобы он был самодостаточным, хорошо обеспеченным, чтобы он умел сам хорошо зарабатывать. Именно меня привлекают сейчас очень успешные люди. Хочется, чтобы он вдохновлял, мотивировал. Я, например, сейчас понимаю, что мне больше нравится общаться с теми людьми, кто выше тебя на уровень, кто успешен в чем-то, от кого можно чему-то научиться, именно полезному. Я на самом деле очень подвержена влиянию других людей. Я просто сейчас понимаю, что круг общения на меня очень сильно влияет. И если со мной сейчас будет человек, например, если я начну общаться с человеком, который курит, у которого есть много нездоровых привычек, то я могу скатиться до его уровня и тоже начать курить и так далее. То есть вы понимаете, да? Хочется рядом с собой видеть и иметь более успешных людей. Мне нравятся люди, которые сами всего добиваются, сами растут, сами развиваются. У меня, кстати, был также вопрос, как стать более уверенной в себе. Но я снимала уже на эту тему видео. И мне, кстати, очень много было замечаний, комментариев по поводу того, что я стала более уверенной в себе. Но это на самом деле так. Чтобы стать более уверенной и поднять себе самооценку, в первую очередь нужно заняться собой. Поменьше лениться и побольше действовать. Если вы сами неорганизованы и плывете медленно по течению, то вы ничего не добьетесь в этой жизни. Нужно себя заставлять. Нужно составлять планы на день. Нужно перед собой ставить четкие цели и выполнять их. Я считаю, что в нашей жизни все зависит именно от нас самих. Еще у меня даже, знаете, иногда проскальзывают такие мысли в голове, что на самом деле мы все очень ленивые люди. И сейчас я уже тоже много времени размышляла на эту тему. И сама понимаю, что я могу намного больше, чем я сейчас делаю. Если поменьше лениться и побольше делать и действовать, быть активнее, то я могла бы быть намного успешнее сейчас. Если вы не встретили свою вторую половинку или просто такого человека, с кем бы вам было комфортно и хорошо, то для начала займитесь собой. Сначала себя развивайте, потому что к совершенству нет предела. Я всегда такую пословицу говорю. Нужно работать над собой. В принципе, тут было еще много вопросов. Я это оставлю на следующее видео тогда. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал Анастасия Флешка. Ставьте лайки. Всем пока-пока. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok